Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер. Я вас спешу огорчить тем, что мы приступаем к очень длительному эксперименту по созданию уже взрослой машины. И не сказать, что я горю этим желанием что-то создавать. Это первое, что начинают новички, начинают делать машинки. Мне так скучно, так утомительно двигать эти все полигоны, точки, ребра и так далее, чтобы в итоге получить то, что уже давно-давно создано. Это как бы не мой стиль. Я люблю что-то такое вот непривычное, вот такое кургузое, допустим, вместо нормальной машинки. Но, создав вот эту, взявшись за вот эту высокополигональную машинку, да, низкополигональную я спокойно создаю, а вот высокополигональную я встретился тем, что многих вещей я не знаю. Просто не знаю, потому что никогда не делал этого. У меня нет я четко выраженной формы, у меня нет четко выраженных грани и так далее. То есть, все равно, как бы там не было, очень много разных, вот смотрите, видите, вот здесь вот вмятина, стекло какое-то квадратное непонятное, да. Здесь тоже ошибки. Это вообще никуда не годится. Поэтому я решился, скрипя сердце, взяться за создание модели. Ну, выбрал, опять же, ни BMW, ни Mercedes, я их не люблю почему-то, не знаю. Я взял за основу Dodge. Я любитель американских машин, и поэтому, сейчас мы откроем. Так, вот он Dodge, пустое, пустое место. Сейчас я его покажу вам, он заодно, тут меня спрашивали, как ставить референс. Референс ставится просто. Берется имидж, референс, ищется, где он у вас лежит. Так, текстуры. Вот он Dodge. Вот такая красивая, хорошая машина. Вы можете, видите, оставил. TheBlueprints.com, там это взять. Ну, а я просто взял готовую с того туториала, по которому я буду следовать. Я буду следовать. Там 21 видео-туториал. 21, чтобы создать такую машину, да? То есть, это, ну, там мастер делает, он делает 10 минут. Каждая часть для меня, это уйдет 20. Поэтому, мы будем сделать, создадим, я создам тоже 21 видео, но по 20 минут. Иначе я просто утонул в этих видео. То есть, вот такую машину мы с вами начнем делать. И начнем с того, чтобы правильно расположить и начинать двигать те самые полигоны, те самые точки. Так что, тем, кому это ужасно скучно и долго, отключайте мой звук, отключайте, включайте скорость, какая вам наиболее удобна. И смотрите, или не смотрите вообще. Комментарии мне, в общем-то, в этом случае такие, что слишком долго, слишком нудно, они не нужны. Кто хочет учиться вместе со мной, пожалуйста. Итак, мы начинаем. Итак, есть у нас теперь вот такая штука, теперь нам нужно ее настроить. Давайте мы сначала подтянем ее, поставим вот колесами сюда, где-то посередке, да, примерно так, от колеса сюда. Так, и теперь возьмем кубик. 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 Сделаем его прозрачным. Нажмем вот эту кнопочку. И давайте его подгонять. То есть, S. Мы берем S. Так, G. И ставим куда-нибудь вот сюда. S по Y. Нет, 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 нет. Вот этот нам надо. С по Y. Что-то я немножечко подпростил, ребята, поэтому буду иногда тихонько чихать. Так, ну вот где-то так, да. Если уже быть точным. Готово. А теперь-то надо подогнать, если у нас будет вид сверху. Ну, у меня нет специально такого окна, которого позволило с этим, с иметью. Я просто знаю, что можно, допустим, не подгружать новые, а эти. У нас уже типа есть. Вот мы видим вид сверху. Но у меня такого окошка нет, придется меня подгружать. Так, мы сейчас переходим S. Седьмой. Вот, перешли. Да? У нас нужно будет теперь подключить еще один. Этот назовем сбоку. Сбоку. Так. Этот и не сбоку. Теперь мы еще один подгрузим. Сбоку. Референс. Вот этот. И... Делаем ротейшн. Нет. Не так. Секундочку. 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 Теперь и крутим. Это у нас Z, 90 градусов, да, и подгоняем теперь его, уже нажимаем, вот сюда смотрим, да, видим, что у нас не хватает ширины, правильно? Давайте сделаем, нажимаем на кубик, S, и по X-у раздвигаем, вот так у нас будет, наверное, ширина правильная, посмотрим, я такой, чтобы немножечко еще G по Y, так точно подогнал, потому что здесь надо аккуратно, ребята, работать, от этого много зависит, S, по X-у, так, готово, вот у нас есть два вида, теперь, если мы возьмем, это был вид сверху, теперь мы возьмем вот этот вид спереди, да, и пригрузим сюда еще один reference, вот так и возьмем вот этот reference, G, и сюда вот поставим, ну, он уже у нас по размерам точно соответствует, да, все, этот назовем спереди, а этот у нас, если мы возьмем 7, то это сверху, сверху, да, то есть вот так переключаясь, у нас всегда будет вид, тот, который нам нужен, отлично, отличненько, отличненько, ну и я вот такой, чтобы найти этот, так, Dodge Challenger SRT Hellcat все, адский код Давайте посмотрим вот так, если мы, скажем. Вот он он, ну что, симпатичный, надо будем синий делать, вот, я возьму эту картинку, сохраню ее вот здесь, чтобы мы примерно представляли, что это будет. Честно говоря, мне немножко страшновато, ребята, освою ли я вот такую модель, потому что, в принципе, как вы знаете в фотографии, если ты умеешь фотографировать часы, хорошо, правильно фотографировать, значит ты умеешь все. И в блендере, и в любой 3D программе действует то же самое, скорее всего, если ты умеешь делать вот такую машину, ты уже умеешь делать все. Ну что ж, на этом мы пока закончим такую ведутельную статью и начнем уже со следующего что-то лепить. Всего доброго, до следующего раза, пока. Субтитры сделал DimaTorzok